сегодня мы с вами говорим о высоких технологиях и не только говорим и шутим на самом деле это весьма забавный формат шутить на тему того чего в россии так и нет но тем не менее мы сегодня с вами поговорим о виртуальной реальности меня зовут ярослав и я представляю компанию фибрум которая сделала первый в россии шлем виртуальной реальности наверняка многие из вас когда я произнес слово виртуальная реальность вспомнили такую ситуацию когда они посещали какую-нибудь конференцию выставку и неожиданно вдруг слышали пики крик ор пизги радостные и потом вы понимали то что это какая-то девушка попробовала аттракцион виртуальной реальности кстати хочу мужчинам сказать то что им следует взять на заметку такой способ как заставлять женщину кричать и вы наверняка видели то что на кинотеатрах в аэропортах либо в торговых центрах стоят такие парни около стоек с телевизорами и предлагает вам за деньги посмотреть виртуальную реальность а вы хотите попробовать виртуальную реальность черт возьми чувак я с такой же интонацией могу и с таким же рвением спросить у людей а вы не хотите решить логарифмическое уравнение а у меня еще есть таблица брадиса на самом деле по долгу службы мне самому очень часто приходится демонстрировать возможности своего шлема и я стал наблюдать за людьми заметил вот какую штуку что люди то как они относятся к высоким технологиям это как они их принимают начистою зачастую отражает то как они в принципе смотрят на мир у меня был такой случай подходит ко мне значит такая чванная девица которая считает что ну я ничем не удивить в этом мире в принципе и все обязаны ты такой начинаешь бегать вокруг нее рассказывать что вот виртуальная реальность она открывает возможности расширяет сознание одеваешь ей на голову шлем запущенным аттракционом во время аттракциона она стоит абсолютно не шевелясь вот ты снимаешь у нее шлем и пытаешься поинтересоваться какие у нее тени ну и что понравилось а что она ну как-то не впечатлило ты все еще надеешься на то что ты поймешь ну как удовлетворить потребности такой женщины спрашиваешь ну а что вас не впечатлило ну как-то не понравилось интересно девушка если вас пригласить на ужин шикарный мужчина шикарный ресторан он сделает все как надо все как положено ресторан классическая музыка бокал вина после ужина он отвезет домой вот когда с утра вы проснетесь он начнет собираться на работу безусловно он поинтересуется но как я был хорош на что она естественно ответит ну как-то не впечатлило не знаю еще меня очень забавляют люди-торопышки это те люди которые хотят попробовать в этой жизни все но не готовы тратить на это особо много времени и вот когда ты начинаешь на них одевать шлем виртуальной реальности они уже тебе начинают мешать и говорят нет нет я только посмотреть мне 10 секунд главное чтобы понять и убегают чуваки черт возьми если вам компания друг оплатит командировку и купит вам шикарнейший номер в отеле в арабских эмиратах на самом последнем этаже с панорамными окнами голубые краски океана желтые краски песка и что вы когда будете заходить в номер вы будете говорить метод отелю нет нет мне главное 10 секунд понять и уходить еще очень забавные персонажи это молодые парочки которые вот-вот поженились либо только поженятся как правило приехавшие из провинции в этих парочках женщина играет доминирующую роль она уже абсолютно все попробовала в жизни а все что не попробовала она все равно знает как это работает мужчине ничего не остается как подчиняться этой дамочки и вот они подходят тебе ты начинаешь им рассказывать про виртуальную реальность предлагать на выбор различные аттракционы естественно как джентльмен сначала обращаешься к даме на что там а говорит ой не не ну меня кружится голова после всего этого и вообще тошнит и переключаешься на более адекватного члена этой пары на мужчину повторяешь ему все то же самое рассказываешь ставишь аттракцион и только ты начинаешь ему надевать на голову шлем как ты слышишь от этой дамочки а поставьте ему что-нибудь потяжелее так чтобы его шатало и тошнило черт возьми дамочка это будущий отец твоих детей ты когда ходишь по магазинам и пытаешься выбрать ему обувь и же не рекомендуешь продавцу принести ему обувь на два размера поменьше чтобы он шел и чувствовал боль хромал окей ярослав спасибо большое спасибо большое приятного вечера